И я сейчас даю плачу представителям Русской Федерации. Разделяю многие оценки, содержащиеся в соответствующем квартальном докладе к генеральному сектору ООН. Со своей стороны хотели бы отметить следующее. Крайнюю обеспокоенность вызывает ситуация в области безопасности в Афганистане. Движение талибов контролирует почти половину территории страны, периодически захватывая новые уезды, в том числе на севере. Отмечаю, что боевики располагают потенциалом для совершения масштабных, скоординированных и хорошо подготовленных операций. Яркие примеры тому многодневной атаки на стратегически важную провинцию Газни, массированное нападение на гор, фарах и сарипуль. Непростая ситуация складывается в Пактии, Гельминде, Фариябе, Самангане, Герате и Кундузе. На этом фоне нас особенно тревожит состояние афганских национальных сил безопасности, которые ежедневно несут беспрецедентные потери. В фокусе нашего пристального внимания нарастание терактивности афганского крыла ИГИЛ, кадровую попитку которую в основном получают за счет иностранных боевиков, имеющих за плечами боевой опыт в Сирии и Ираке. По нашим данным количество ИГИЛовцев может достигать 10 тысяч человек. Дополнительную опасность представляет их расширяющаяся идеологическая пропагандистская и вербовочная деятельность с умелым использованием информационно-коммуникационных технологий. Несмотря на сообщения о поражении боевиков и их частичной сдаче правительственным силам Джоузджани в августе, они по-прежнему сохраняют сильные позиции в других провинциях на севере и северо-востоке страны для последующего укрепления своего влияния. Видим в этом угрозу как для своих границ, так и для наших центрально-азиатских соседей. Эпизодически в борьбу с ИГИЛ включается и движение Талибан, в основном на севере и востоке Афганистана. Это свидетельствует об осознании ИГИЛовской угрозы как властями в Кабуле, так и талибами. Подчеркиваем, что борьба с терроризмом в Афганистане была бы намного эффективнее, если удалось бы объединить усилия на региональном и международном уровне. Применительно к Афганистану и другим конфликтам-очагам сохраняет свою актуальность наша инициатива о формировании широкой антитеррористической коалиции. Требует прояснение ситуации с полетами так называемых неопознанных вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружение и боеприпасы ИГИЛов. Вызывает удивление отсутствие какой-либо реакции на эти события, в том числе со стороны командования дислоцированного здесь контингента НАТО. Считаем попытки замалчивать проблемы недопустимыми. Настораживает поступающие сведения о стремлении афганского крыла ИГИЛ договориться с руководством движения «Талибан» и других террорганизаций о координации деятельности. Кроме того, укрепляются контакты ИГИЛ с представителями исламского движения Туркестана. С учетом деградирующей ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Афганистан, считаем необходимым активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы Совета Безопасности. Выступаем за создание дополнительных барьеров для деятельности террористических элементов в этой стране. Особый акцент важно сделать на подведении под санкции лиц и группировок, причастных к деятельности ИГИЛ. Господин председатель, вызывает обеспокоенность непрекращающийся рост наркопроизводства. Наркотики обеспечивают существенную финансовую подпитку террористов в Афганистане. В этой связи вызывают недоумение то, что афганская наркотическая проблема полностью проигнорирована в заключительных выводах документов. Убеждены, что она требует приоритетного рассмотрения. На это ориентированы наши практические шаги, в том числе по линии ШОС и ОДКБ. Всемирно поддерживаем работу ОНПО на этом направлении. Россия на регулярной основе оказывает содействие осуществляемой под эгидой управления глобальной инициативе «Парижский пакт по комплексному противодействию опиатам афганского происхождения», региональной программе ОНПО для Афганистана и соседних стран, проекту по альтернативному развитию провинции Бадахшан. Удовлетворены ходом реализации наших проектов по обучению наркополицейских из Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии, а также совместного с Японией домодедовского проекта по созданию кинологической службы для Афганистана. Надеемся, что он станет важной составляющей механизма по борьбе с наркотиками в этой стране. Господин председатель, с сожалением констатируем, что 17-летнее масштабное военное присутствие контингентов США и НАТО не привело к стабилизации военно-политической ситуации в стране. Очевидно, что линия на использование исключительно силового давления не приносит желаемых результатов и приводит лишь к эскалации конфликта. Убеждены, что кризис в Афганистане не имеет военного решения. Единственный путь к его урегулированию лежит через достижение общеафганского согласия политико-дипломатическими средствами. Особенно острая необходимость в этом ощущается сейчас, накануне выборов, которые должны стать шагом к объединению страны. Поддерживаем линию Кабула и общественно-политические силы страны на данном направлении. Исходим из того, что переговорный процесс должен осуществляться под руководством самих афганцев. Подтверждаем готовность оказывать всемирное содействие. Приветствуем международные и региональные усилия по содействию Афганистана в налаживании мирного процесса. Главное, здесь не должно быть места конкуренции и перетягивания одеяла на себя. Необходима оптимальная площадка для международной поддержки налаживанию мирного процесса в ИРА с содействием наиболее заинтересованных сторон. Этой целью отвечает московский формат консультации по Афганистану, заседание которого мы планируем провести с участием представителей движения Талибан после выработки консолидированной позиции по данному вопросу в Кабуле. Рассчитываем на подключение США, приглашение которых остается в силе. Отмечаем растущие в мире понимания важности регионального контекста афганского урегулирования. Особенно выделяем механизм обновленной контактной группы ШОС Афганистана. Видим хороший потенциал усиления и антинаркотического взаимодействия Афганистана с ОДКБ. По-прежнему отводим МАОНСа важную роль в координации международного содействия Афганистана. Высоко оцениваем самоотверженную, мужественную работу ООНовцев. Россия и Афганистан связывают исторически дружественные, открытые, доверительные отношения. Мы искренне заинтересованы в скорейшей стабилизации страны, ее возвращении на рельсы устойчивого развития. На этой основе мы готовы к взаимодействию с самим Афганистаном, региональными и международными партнерами. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement.